Флойд Мэйвезер – самый высокооплачиваемый боксер в истории. Его прозвище – The Money, что означает «деньги». Многим интересно услышать, какое же состояние у самого богатого боксера в мире и куда он тратит свои миллионы. Микс-шоу представляет Как живет Флойд Мэйвезер и сколько он зарабатывает В 2017 году рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Форбс возглавили три ярчайших звезды мирового спорта – Криштиану Роналду, Леброн Джеймс и Лионель Месси. В общей сложности троица заработала 259 миллионов долларов благодаря долгим сезонам на поле и на площадке, а также рекламным контрактам. Флойду Мэйвезеру хватило одного вечера, чтобы превзойти их общий показатель. В 2017 году он получил самый большой разовый гонорар в истории спорта – за поединок с Коннором Макгрегором. Его доля отбоя составила 275 миллионов долларов. В 2018 году Мэйвезер возглавляет ежегодный список самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по версии Форбс в четвертый раз за 7 лет с доходом в 285 миллионов долларов, включая 10 миллионов долларов от рекламных контрактов, участия в шоу и реализации сувенирной продукции. Мэйвезер заложил фундамент для этого рекордного гонорара более 10 лет назад, когда в 2006 заплатил 750 тысяч долларов за расторжение контракта с промоутерской компанией Top Rank. Флойд хотел сам заняться промоушеном в боксе и контролировать свои будущие поединки. Величайший боксер мира 41-летний Флойд Мэйвезер-младший за всю свою спортивную карьеру не проиграл ни одного боя. Мэйвезер довел свою победную статистику до красивого счета 50-0. Но недавний Флойд принял вызов на бой от Хабиба Нурмагомедова, но поставил условие, что бой пройдет не в октагоне, а на ринге. За бой с россиянина Флойд рассчитывает получить 200 миллионов долларов. В итоге боксера можно считать непобедимым среди спортсменов по части зарабатывания денег. Совершенно неудивительно, что при таких деньгах боксер наслаждается жизнью и купается в роскоши. Мэйвезер тратит миллионы на кольца и ожерелье. Как-то раз его дом обокрали и вынесли украшения на 7 миллионов долларов. В коллекции Мэйвезера самые дорогие машины – Lamborghini, Ferrari, Bentley и Porsche. Он покупает их по две штуки – одну белую и одну черную. В доме Флойда в Майами все машины белые, а в Вегасе черные. Черно-белая пара Bugatti Veyron обошлась ему в 6,5 миллионов долларов. А еще у Мэйвезера есть Koenigsegg CCXR Trevito за 4 миллиона 700 тысяч долларов. Таких автомобилей всего два в мире. Второй принадлежит швейцарскому миллионеру Томасу Гроссу. Всего в автопарке насчитывается свыше 88 автомобилей. Также у боксера есть собственный самолет – Гольфстрим – за 35 миллионов долларов. И второй самолет для охраны, потому что он боится перегруза. Флойд увлекается коллекционированием часов. Часть своей коллекции он выкладывал в Инстаграм. Audemars Piguet, Rolex и Axiom. Всего 24 модели часов общей стоимостью 6,4 миллиона долларов. Но недавно Флойд похвастался в Инстаграм своей новой покупкой. На этот раз самый богатый спортсмен современности обзавелся самыми дорогими часами в мире. Они называются часы миллиардера, которые стоят 18 миллионов долларов. Мэйвезер вообще любит шоппинг, поэтому всегда держит при себе чемодан с пачками 100-долларовых купюр. Флойд не надевает одну пару кроссовок дважды. Каждый день у него новая обувь. Если он живет в гостинице, то оставляет обувь персоналу. Недавно Мэйвезер приобрел себе новый особняк в Беверли-Хиллз за 24 миллиона долларов, который состоит из четырех зданий и большого двора с фонтаном. Но такая роскошь у спортсмена была не всегда. С самого детства он хотел стать боксером, как его отец. Ради того, чтобы посещать тренировки, Флойд бросил школу. К такому решению будущую звезду вынудила бедность семьи. Отец ушел из дома, а мать вместе с детьми вынуждена была прозябать в небольшой комнатушке. Наверное, поэтому сейчас он отрывается по полной программе. Недавно Флойд Мэйвезер посетил стриптиз-клуб Scores в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. В заведение он принес набитый деньгами рюкзак и устроил дождь из купюр. В результате спортсмен оставил в стрип-клубе 50 тысяч долларов. Отмечается, что банкнот было так много, что на следующее утро их находили уборщицы. Боксер до сих пор не женат, так как предпочитает свободу, и от поклонниц у него отбоя нет. У Флойда четверо детей, которых ему подарили две его бывшие подружки. От последней гражданской жены Джосси Харрис, с которой спортсмен прожил около 10 лет, родились два сына – Караун и Зион, и дочка Джира. В 2013 году женой чемпиона едва не стала Шантель Джексон. Флойд сделал предложение, преподнеся кольцо с бриллиантом за 10 миллионов долларов, но потом разорвал помолвку и отобрал кольцо. Сейчас боксер встречается с массажисткой Дора Лемединой, которая младше его на 8 лет. Пока девушка довольна поведением своего парня. Флойд купил любимый особняк за 25 миллионов долларов, а на день рождения подарил Роллс-Ройс Гост за 250 тысяч долларов. А как вы считаете, Флойд Мэйвейзер справедливо получает большие гонорары за свой труд? И стоит ли так сорить деньгами? Включая 10 миллионов долларов от рекламных контрактов, участия в шоу и реализации сувенирной продукции. Охереть, да магнитиков напродавал? За бой с россиянина Флойд рассчитывает получить 200 миллионов долларов. За 200 лямов я его сам уложу. Они называются «Часы миллиардера», которые стоят 18 миллионов долларов. Бляха-муха, ему реально там башку отбили. Боксер до сих пор не женат, так как предпочитает... Че, мужиков, что ли? Но потом разорвал помолвку и отобрал кольцо. На, в бубен, кольцо вернуло! Субтитры создавал DimaTorzok